Муравленковцы переезжают из ветхого и аварийного жилья в новостройки. Сейчас в муниципальной собственности зарегистрировано 152 квартиры, переданные городу фондом жилищного строительства. В четверг еще четыре семьи получили ключи от своих новых квартир в семиэтажном доме номер 45 на улице 70 лет Октября. Вместе с новоселами квартиры осмотрела моя коллега Марина Михедова. Это у нас горячая, это у нас холодная. Супруги Мухтарулины осматривают свою новую квартиру. Неудобно расположенный счетчик – это мелочь, зато он в своей ванной комнате. 24 года ждали. А где вы жили до этого? Общежитие. Переволки Мостянников 7, 8, 20 квадратных метров. Ну, здесь плюс 5 квадратных метров плюс. Но все равно спасибо. В эту семиэтажку переехали жильцы 18 общежитий. Но не все жители ветхих и аварийных домов считают переселение радостным событием. Некоторые требуют переезда на своих условиях, которые ошибочно считают правильными. С такими вопросами люди приходят к главе города. Женщина согласна на меньшую площадь, но лишь бы в капиталке. Кстати, на квартиры в новостройках могут претендовать только жильцы ветхого и аварийного жилищного фонда. Возможности у города не безграничны, но власти ищут и предлагают все законные варианты, подходящие для каждой конкретной семьи. Мы расселяем всех. Всех в установленные сроки. У нас очень много общежитий, где половина расселена, половина не расселена. У нас есть общежития, где проживают одна-две семьи. Знаете, одна женщина живет? Одна женщина живет, есть такой же. Подходящей живой площади для ее переселения в настоящее время нет. В жилищном кодексе четко указаны требования, которые предъявляются к благоустроенности жилого объекта. Площадь помещения должна быть равнозначна площади ранее занимаемого жилья, включая количество комнат. Новая квартира должна быть не хуже, чем предыдущая. Вот это не хуже каждый понимает по-своему. Есть такие отказы, когда жители города отказываются переселяться, потому что отсутствует парковка. Не устраивает этаж. Это основная причина. Нет еще и причина одна. Это отдаленность от места работы. Отдаленность от детского сада. Отказ от переселения тормозит процесс демонтажа дома, снятия с кадастрового учета земли, на который можно было бы строить новое здание. Есть мечты, есть закон и есть реальные дела. За последние 10 лет в городе построен 21 дом. Только в этом году почти 400 человек получили новые квартиры. 45-й дом на улице 70 лет октября почти заселен. А эти семиэтажки передадут муниципалитету в будущем году. Бригады уже приступили к внутренней отделке. Не нравится что-то насчет проектов, насчет квадратуры. Есть такие. Но основная часть жильцов. Все довольны, все обрадуются. Следующие на очереди трехэтажки пошкольные и строители. И, кстати, в них будут площади, подходящие по размеру некоторым семьям, ждущим своей очереди. А дальше дома на улице Муравленка. Так что новоселов, бесплатно получающих квартиры от государства, будет еще больше. В такую студию не стыдно и невесту привезти, говорит Артем Коровин. Пока вид из окна не очень, но скоро во дворе будет и детская площадка, и газон. 18 июня день рождения у меня. И вот такой подарок, получается, получил. Очень счастлив, очень доволен такому подарку. Будем обустраиваться потихоньку, помаленьку.